Доброе утро, Левицкий Дмитрий, сегодня вторник, программа «Рестораторы». Начинаем очередной эфир. Очередной завтрак лег хорошо на дно моего желудка. Было сегодня вкусненько, потому что сегодня нас угощала Татьяна Мельникова, автор проекта «Хачапури», генеральный директор ресторана «Галерея». Таня, привет. 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 Спасибо, что пришла к нам в студию. Давно мы хотели тебя позвать. Персонаж-то интересный. Поэтому занятой. Поэтому занятой, да. Ну вот, соответственно, у нас есть 52 минуты чистого времени для того, чтобы показать тебя во всей красе нашим радиослушателям. Тань, ну давай начнем, да. И, как мы уже взяли за правило, начинать с того, что расспрашивать наших гостей, откуда, кто, как вообще. Ну, программа называется «Рестораторы», а люди по образованию от филологов до инженеров-радиоконструкторов. Прямо как я, я филолог и инженер, не ради проткан срок летательных аппаратов, но тем не менее. Были даже люди необразованные, которые даже школу толком не закончили. Ну, в общем, такая история у нас тут разноплановая. Давай, Тань, как ты стал ресторатором? Как ты вообще, как вот... Вот ты была маленькой, очаровательной девочкой, ходила в детский сад, в первый класс. Да, я была не особо очаровательной, я была сорвиг головой, что помогло мне в становлении, потому что пришлось оно на конец 80-х, когда ломались формации, цивилизации, никто так запросто не мог адаптироваться к новой экономической реальности. И нам приходилось что-то придумывать, и начала работать я в общественном питании даже до того, как закончить школу. Ага, очень интересно. Да, потому что в последнем классе я сдала половину предметов экстерном, необходимость ходить в школу была не особо ярко выраженной, но у меня была возможность работать. Я работала в заведении в подмосковном городе Дубна, у которого даже не было названия, оно просто называлось бар. Бар. Потому что это было единственное заведение, которое работало после 22-45, но надо понимать, что раньше в 22-45 в ресторане так щелкали светом в любом. Это означало, что надо рассчитываться и сруливать, и в 11 уже, чтобы вас тут не было. Ты знаешь, и сейчас так многие делают. Ну, и мы так тоже делаем, честно говоря, потому что у нас кафе в жилом доме, чтобы не беспокоить соседей, мы тоже просим уходить. Ну, тогда это было намного менее любезно обставлено, но публике хотелось добрать там в пятницу-субботу. И в бывшем буфете Дома культуры, значит, было оборудовано такое вот предприятие общественного питания, назовём его так, где всё максимально простым образом было сформировано. Был хозяин, который в конце рабочего дня сыпал из ящика выручку в полиэтиленовый пакет, ехал в Москву, значит, на закупки. Слушай-ка, подожди, ну ты такая, то есть я так понимаю, ты училась хорошо, да? Неплохо, да. Всё там сдавала экстерном. Как тебя в бар-то занесло работать? Это же немножечко там, немножко... Не то, что немножечко, это прям, скажем, наверное, смотрели на тебя косо, мне кажется, нет? Ну, родители, естественно, были не в восторге, но мне хотелось самостоятельности, хотелось собственных средств к существованию. Эта жизнь манила, не буду скрывать, ну, а девушку 16 лет не будет манить, что ли, конечно, будет. Слушай, ну, а что ты там делал-то в баре? Мыл посуду, потому как я, значит, не могла ничего такого делать особенного. Вначале я мыл посуду, но так как у нас персонала было, в общем, весьма ограниченное количество, два бармена, официанта не было вообще, вот две или три там посудомойки, вот директор, собственно, и всё, никакой еды там не было. Отличный бизнес модель. И надо понимать, что в мои, значит, обязанности входило много всякого прочего, кроме как мыть посуду, и там я такой мелкий бизнес сразу завела, в определённый момент кончались, значит, два, две вещи. Первое, это на чём сидеть, и я спекулировала ящиками из-под пива, которые можно было дать, и люди на них садились и готовы. Ну, то есть сначала я, естественно, из подсобных помещений всю там имеющуюся мебель отдавала, ну, тут табуретки, там, какие-то стульчики кривые. А потом, значит, вот уже шли в ход эти ящики, потому что народ набивался. И ты, наверное, приторговывала этой темой? Ну, так, не то, что прям в открытую цену объявляла, но все понимали, что за просто так никто ящик давать не собирается. А своим ящиком нельзя было прийти. Ну, это всё, бар, плечное место. А второй момент, что кончалась запивка. Запивка. Назвалась тогда запивка. Оставалось только, ну, надо понимать, что большие полуторалитровые бутылки пластиковые с газировкой тогда были, в общем, предмет такого фетиша. Это было достаточно дорого, пить это было круто, и не каждый мог себе позволить. То есть там зука, да, инвайд. Да, зука, сок, и потом уже шла вода чуть ли не из-под крана, и ничего, тоже это был второй бизнес. Потом меня, значит, видя такую сноровку, повысили до такого же официанка, в котором, может, деньги принимайте, там уже как-то я резервы столов, там, ну, так внедрился материал. Потом там в Дубне же... Это были страшные времена, это звучит всё весело. На тот момент, да, это, значит, царство криминала. Я помню, что на там второй или третий день работы тогда не было такого. Даже не было, если сейчас там всё цивильно, тогда даже не было понятия крыши, тогда был рэкет. Приехали какие-то люди вооружённые, значит, там... Ты тут коробки продаёшь? Да, да, нет, нет, у них совершенно другие вопросы были, совсем не ко мне, и там говорят, что если сейчас там не отдашь хозяину деньги, то сейчас мы её там поставим заняться на плиту, конечно, это совершенно напугает. Вот, устроили пальбу там, ну, очень-очень неприятный момент, воспоминания. А тебе завтра экстерную математику сдавать? Ну, типа, не так, там кто-то, значит, у нас единственное, чем был вооружён наш персонал, это газовым пистолетом, с которым не переминули, значит, стрельнуть, стрельнули, мы начали мыть глаза водой, что, оказалось, впоследствии категорически нельзя было делать. Я явилась домой, значит, с утра совершенно в разобранном виде с красными глазами, мне ещё попало за то, что я выпивала, хотя ничего этого не происходило, но сказать маме, да, мам, я не выпивала, меня стреляли, я не могла. Поэтому пришлось, значит... Не волнуйся, мама, не волнуйся, я не курю, меня просто стреляли. Да, незаслуженные упрёки пришлось знать. Ну, я была не святой, но на тот момент ещё алкоголь не манил меня настолько. Настолько когда? Как позже. Так. И, в общем, ну, не так-то всё просто было, но зато теперь, и впоследствии, там, когда через 10 лет мне, там, за то, что я кому-то в галерее, как им кажется, не дала совершенно заслуженный стол, начинают какие-то там байки и говорят, сейчас мы тебя, там того. Я говорю, слушайте, граждане, я на вас смотрю и вспоминаю свои молодые года. И мне кажется, я на машине времени перенеслась в далёкий 90-й год, что вы мне сейчас будете тут чесать? Говорю, ну, удивить меня навряд ли этим получится, напугать тем более. Я говорю, это только какие-то приятные ностальгические ладки. Слушай, погоди-ка, ну скажи, ну ладно, хорошо там, да, в 16 лет, и что, и тогда вот ты прямо решил, что будешь работать в этой индустрии? Нет, совершенно нет, мне казалось, что это временная такая вынужденная мера, и тем более родителям это категорически не нравилось. Я была, ну, хорошей девочкой, хорошо училась, поступила в институт, уехала в Москву, столкнулась со всеми реалиями Москвы в конце 80-х, начало 90-х. Общежитие с одним душем на 200 комнатах, где, чтобы помыться, нужно прийти со своей лампочкой или со свечкой, или мыться в крамешной тьме. Этот душ был на мальчиков, на девочек один, нужно было мыться по очереди. То есть, ну, такая мрачнейшая коридорного вида общага, где... Ты где училась-то? В аудиционном институте. Ага, то есть это от МАИ такая общага была? Да, ужас вообще. И понятно стало, что как-то свой быт надо обустраивать по-другому, и первое, что меня толкнуло в объятии ресторантов и бизнеса, это, конечно, потребность в деньгах. Надо понимать, что на тот момент престиж профессии стоял, ну, где-то после того, чуть выше, чем сутенеры, там, и девицы легкого поведения, вот официанты были, наверное, в следующей ступени. Никакого уважения и почета не было, у всех у нас было клеймо, значит, воровской и такой вот разбитной жизни. Но, тем не менее, я пошла работать почти сразу, там, первые полгода какие-то были попытки поучиться, потом стало ясно, что это все можно как-то совмещать, и необходимо совмещать, уж деваться некуда. Родителям привезли мешок картошки, две-три фолькл-банки квашеной капусты, и сказали, давай, живи. Я говорю, мам, я хочу джинсы. Она говорит, ну, а я тут при чем? Хочешь, покупай. Кто тебе это может запретить? В общем, вот стало понятно, стипендия тогда была у нас, как в УЗИ, в ведении Министерства обороны, повышенная 150 рублей, но при этом проездной стоил 36, бутылка водки 50, пачка сигарет 7. Ну, и то есть на эту стипендию можно было безбедно существовать 3 дня, а то и 2,5. В общем, стало понятно, что это надо предпринимать. А где работала официантка? Да, я пошла работать в ночной клуб «Утопия». Ну, были какие-то временные мелкие места. Был момент, когда Садко, Аркадо, Орликино, вот эти места, но «Утопия» была длинным и таким значимым отрезком в моей жизни, когда я туда причалила. Это, можно сказать, было началом реальной карьеры, перед этим это были какие-то предтечи, приспосылки. Там я проработал достаточно долго официанткой, барменом, и на удивление пришлось уйти из-за того, что предложили стать менеджером, так как, прямо скажем, были мы не святые, и считали закономерно, что часть выручки хозяев принадлежит нам. Своих предыдущих коллег там как-то всех поймать мне было неловко, а не поймать тоже было неловко, и мне пришлось уйти. У нас был потом свой бар футбольный, он переродился в букмекерскую контору, ну, в общем, до ненужности общепитопал, и потом я попал к Нойку в ресторан «Белосолнцепустыня». В чем была значимость моего тогда прихода, что когда я первый раз пришла и писала, заполняла эту анкету по приему на работе, и мне там начальница отдела кадров, Наталья Ивановна, говорит, что-то пишете, на какую вы должность претендуете? Я говорю, менеджер. Она говорит, вы же с ума сошли, вы же девушка. Кто же сможет взять? Вообще, женщину, менеджер, вы вообще понимаете, что пишете? Так ты пришла просто с улицы, вот возьмите меня, или как? У меня подружка работала там официанткой, и говорит, вот, может быть, тебе пойти попробовать. Меня на тот момент взяли Starlight, потому что я хорошо говорил по-английски, ну, реально хорошо. Человек, который хорошо говорит по-английски, в тот момент в любой гостинице, в любом там ресторане или кафе, который держат иностранцы, мог трудоустроиться. Я думаю, сейчас это тоже было бы весомым аргументом. На тот момент очень. Надо прерваться на новости, хорошо, а потом вот как раз начнется твоя история с Аркадьем Новиковым. Новости. Левицкий Дмитрий, сегодня вторник, программа «Рестораторы». Продолжаем наши вторничные разговоры с профессионалами рынка. Татьяна Мельникова, автор проекта «Хачапури», генеральный директор ресторанной галереи у меня сегодня в гостях. Привет еще раз, да, Тань. Да. Отличная история с продажей сидячих мест в замечательном баре в Дубне. Как оказалось, была фундаментом. Ну не надо так и подводить, это было первым робким шагом. Не такой уж и робкий, судя по тому, что ты описала, да. Это был достаточно серьезный и жесткий шаг. Робила, хотя старалась держать. Итак, какой был год-то, когда ты к Новику попала? Это было 97-й. 97-й год, да. Вот Татьяна пишет в анкете «Я хочу быть менеджером», а ей говорит «Татьяна, вы же девушка. Да. Найдите себе что-нибудь приличное, а мы девушек здесь не берем». Я, честно говоря, ушла без надежды, что меня там вызовут на стажировку или собеседование, но, тем не менее, настояла на том, чтобы анкету заполнить. И ушла, думаю, ну пойду, значит, в Starlight работать вот такого-то. Ну, а мне, надо сказать, в итоге еще надоело это иностранный менеджмент, и так с тяжелым сердцем я тут зашла, но думаю, ладно, работать-то надо. И мы, я как сейчас помню обстоятельства, это, значит, выход на работу, и я пошла на Максидром на концерт. Ну, в общем, рок-концерт со всеми вытекающими, там веселая такая компания. Тогда никаких мобильных уже ни у кого не было. Я прихожу домой, там на автоответчике, типа, выходите завтра на стажировку. Ну, я там с квадратной головой вообще пришла там уж под утро, мне бы спать лечь, а уже пора вставать, значит, выходить на стажировку. Ну, что делать? Я, значит, собралась, вышла на стажировку, и целый день вид имела мрачный, и ходила, значит, мрачнее тучи там на работе. И, ну, когда стажировалась, всем делала строжайшее замечание, рожа у меня была свирепая, что неимоверно понравилось, значит. Это только открывался он, да? Ему же как раз лет 15-му ресторану, да? Да-да-да, ну, он только открылся буквально там несколько месяцев, и вот я там появился. И, значит, Сергей Николаевич, он говорит, вот это мне подойдет, Мегера. И, значит, я взял на работу. Я говорю, что главным образом то, что в первый день я, значит, настолько свирепо имела вид, что казалась очень серьезным менеджером. Ну, потом у меня там достаточно хорошо и быстро развивалась карьера, я стала менеджером, там, замдиректора. И потом, как у всех девушек, у которых успешно развивается карьера, я ушла в декрет. Ушла в декрет к моменту возвращения из декрет. А, нет, я ушла в декрет и вернулась, еще была замдиректором. Шла, ушла второй раз. Битом не имется, второй раз. И уже второй раз вернуться в Узбекистан у меня не получилось. Да, сначала было там белое солнце пустыни, открылся Узбекистан. В общем, я работала в обоих этих местах. Хотя чувствовала, что жизнь моя пропахла курдюком, и надо куда-то сруливать. Я помню, это первое осознание произошло, когда я пошла домой, обнимает муж и говорит, ой, как это тебе пахнет, у меня такое романтическое настроение. Он говорит, какими-то чебуреками. И я поняла, что надо оттуда, значит, делать ноги. И из декрета вышла уже в другое место. Я помню, у меня был на выбор, значит, мне казалось, что у меня был выбор. Пойти в антиноре мне предлагал Ногиков или вот в галерею. Формат галереи я понять не могла, потому что на тот момент такой формат на рынке не существовал. И то, что он мне объяснял, в голове у меня не укладывалось. Он говорит, ну, куда ты хочешь пойти? Я говорю, я хочу в антиноре, потому что я недалеко живу, и мне по тапках на работу ходить очень понравилось. А он говорит, ну, ничего страшного, похожа здесь без тапок, давай в галерею. Там Андрей работал директором, он говорит, там закопался на стройке, надо какой-то человек более решительный, чтобы он помог, значит, открыться. Я пришла на работу в галерею, задача у нас была открыться. Маше тогда было три недели всего. Это, конечно, морок и кормить, одновременно работать. Ну, я вот так вот моталась, значит, занималась там документами, приходила в СЭС, там очередь, я говорю, подпишите мне надо срочно. Они говорят, всех срочно, я говорю, да мне, значит, кормить. Там везде надо понять бабы среднего возраста, они так сердобольно, они говорят, а что ж ты работаешь с маленьким ребёнком? Муж пьёт? Я говорю, пьёт, бьёт, давай подписывать. А бедный муж там с коляской гуляет. В общем, с уроном его репутации получал документы. Ну, в общем, работал как могла. Аркадий поставил задачу открыться, значит, у нас был такой листочек, журнал американского, где была стена в таких красивых золотых потёках. Он говорит, вот так надо сделать. На майские праздники, значит, весь ресторан таким образом бабахали. Аркадий приехал и говорит, Таня, сколько тут метров у нас зал? Я говорю, ну, 400. Он говорит, у нас получилось одно большое 400-метровое «Г». Всё, дизайнеры выгнали в зашей, значит, всех расшугали, взяли новую команду. Да что ты! Попутно там менялся концепт. То есть изначально там был такой диапазон, значит, форматов от кондитерской во главе с Пьер Мерме, и даже мы там рассмотрели его витрину, такой сундук, где стекло не закрывает десертов. И до того, чтобы перенавать галерею, где мы там с трудом этот отбили товарный знак у того, кто его там нечаянно купил, сам не знает зачем, назваться, значит, афиша и в сотрудничестве с журналом сделать кафе. Но тем не менее, вот причалили к этому берегу, значит, такого ресторана-клуба, или как мне нравится называть, атмосферного ресторана. Ну, на тот момент был уже опыт работы Бисквита и Вога, но у нас это все кристаллизовалось в такой бизнес-модель, которая после этого на рынке вот уже 8 лет, ну, сейчас этот тренд уже подслился, но, в принципе, задавала тон, и была, в общем, так, предтеча и все это выводка огромного атмосферных ресторанов, где не только едят, а такое место в Энтифейр приходит на людей посмотреть себя, показать. Ну, надо понимать, что мы там еле-еле были готовы к открытию, там еще лак на полу не высох, и, в общем, на кухне привезенного, значит, заботливого французского шеф-повара мы только выгнали, был срочно вызван Вильям Ламберти, который только вчера визу сделали, он с вытраченными глазами приехал, а ему говорят, там, типа, через три дня открываемся. Непонятно, ни меню, ничего, значит, персонал говорит, главное, вы им всем чубчики начешите, а там разберемся, вязаться в драку, а там поглядим, как кто-то с воровкой. Так Ламберти был, да? Я сейчас не знал. Вильям, Вильям. Да, он открывал вас. В общем, и мы, да, чертя голову, значит, кинулись в пучину этих тусовок. Ресторан работал круглосуточно, и хочу сказать, что до сих пор галерея не закрывалась никогда, как вот мартеновская печь, которая, чтобы чугун там не застыл, или что они там выплавляют, она никогда не может остыть. Так и галерея. Там нету даже замка в двери. Замок, надо сказать, сломался сразу. Мы поставили эту дверь, она высоченная, ну, и как все итальянские предметы, не особо к нашему климату адаптирована. Там же какой-то мороз-холод ударил, и она скривилась, ну, и своим весом выломала замок прям сразу. И мы поняли, что если мы его закроем, то не откроем никогда. И он, ну, лопнул этот язычок, и замок... А чтобы его поменять, это надо это все там раздалбливать асфальт, и снимать эту дверь, и там выламывать этот замок. Не так все просто. Мы решили без замка. И надо сказать, до сих пор вот замка нет, мы не закрывались никогда. Серьезно, это же забавно. Вот так шпарят. То есть вы там не 1 января, они знают никогда, ничего нет. Нет, 1 января проклятая смена, когда ночные посетители еще там шизгарят, а уже утренние там иностранцы или граждане с детьми, они приходят завтракать, и они так вообще друг на друга непонимающими глазами глядят. Эти еще там колесом ходят, а эти вроде бы овсяночки. Ну, ничего. Слушай, ну, жесть, конечно. Жесть, конечно. Слушай-ка, ну, во всем этом мясе чего тебе не хватало-то по жизни? Откуда вообще хачапурь-то появилась? Неужели вот эта галерея, судя по твоему рассказу... Ну, надо понимать, что я вообще в ресторанный бизнес погрузилась сама того не чая, потому что я сначала училась в алиционном институте и видел себя, ну, там, наверное, инженером. Потом надо понимать, что время шло, и карьера моя укреплялась в ресторанном бизнесе. Ну, то есть у меня росли заработки. На тот момент, когда мне предложили по окончании института, или, по-моему, даже еще не закончил, работать в КБ Сухого, и тогда еще были не тысячи, а миллионы, и предложили там, как считают, по-моему, 2 миллиона рублей зарплаты, что для молодого специалиста, еще и для девушки, было просто неимоверной какой-то суммой. Но у меня был удачный дипломный проект, который они считали перспективным для разработок, ну, дальше по теме этого проекта работать. Плюс я знала английский язык, и мне предлагали там какие-то вещи, связанные с тем, что-то с контактами там зарубежными. Это зарплата. Я, в общем, в пятницу, работая в ночном клубе с подносом, зарабатывал там к 2 часам ночи уже, за один вечер, ну, или, может быть, за два. И, ну, сделать такой выбор, когда тебе там 23 года, сказать, да, я вот сейчас за идею тут, за самолеты, ну, невозможно. Ну, просто невозможно. Но мне 23 года, я хочу туфли, и ездить на такси там, да. Туфли гораздо важнее, чем самолет. Я понял, я понял. Вот так вот наша родина. Да, осталось без такого авиаконструктора. Я занимался электрическим обеспечением. Как говорили, инженер минус электротехник. Называлась моя, значит, специальность. Я поступила в Марис Тереза. А зачем? Вы знаете, скажу сейчас страшную вещь, но наша работа, вот, в ресторанах, она очень часто людей приходит, приводит к такому интеллектуальному декадансу. Ну, то есть люди замыкаются, зашориваются среди вот тарелок, вилок, гостей, очень быстро приходит осознание собственного величия. Из-за того, что много подчиненного персонала, мы же все-таки производим не продукт, а услугу, поэтому персонала много, реально, рабочих мест много. У тебя много подчиненных, есть где самоутвердиться. На ком. И есть на ком самоутвердиться. Всем начинает казаться, что они все на свете знают. И такой, ну, люди, с которыми ты общаешься, может, они и очень высокоинтеллектуальные, но, как правило, они под шафы. И, значит, темы явно не... Не об искусстве. Не русские классики, да. И поэтому мне хотелось, ну, как-то ощущение вот такого нового знания. Плюс надо понимать, что на тот момент уже много обязанностей на работе, много ответственности на работе, дома, семья, дети. И я у себя сама стала казаться такой уже слишком взрослой, не сказать старой, хотя была достаточно молода. А здесь, когда ты студент, в любом возрасте ты себя чувствуешь молодым. Да, тебя там ругают, прогуляли, там, ты дэм-су-дэм не сделал. И такое ощущение какой-то новизны, что весь мир перед тобой, а надо понимать, иностранный язык, это вообще все перед тобой. Ты культуру других стран можешь прям ложкой есть. И поэтому мне всегда нравилось знание какое-то прикладное, ну, которое можно в карман положить. А все попытки учиться по специальности, они разбивались о том, что те учебные заведения, которые на тот момент существовали, они давали знания устаревшие. Учебные заведения за границей, они давали знания хорошие, академические, базовые, но сложно применимые на нашей русской почве. Ну, или весьма частично применимые, ограниченным образом применимые. Ну, что-то, естественно, применимые, кухонные там знания, да, но такие не особо по сервису. И на тот момент, когда уже стали появляться учебные заведения там новой формации, меня туда уверенно приглашали преподавать. Вот так попытка учиться по специальности, она разбилась о том, что я, естественно, закончил курс с амелье, ну, то есть старался там где-то какие-то совершать такие поездки, которые мне что-то давали в плане профессиональном, но учиться по специальности у меня не получилось. А практическое знание языка, ну, язык, это всегда хорошо, правда? Вот я пошла в Марис Терезу, закончила. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Новостной блог, и дальше продолжим разговор о том, как все развивалось впоследствии новости. Доброе утро, дорогие друзья, Левицкий и Дмитрий, программа «Рестораторы», Татьяна Мельникова, автор-проектор «Хачапури», генеральный директор ресторана-галереи у меня сегодня в гостях. Закончили на Марисе Терезу. Так что ты там научилась-то чему в итоге? Да ничего, не научилась, просто не отупеть на своей работе. Понятно. Потому что работала я уже, ну, когда я начал, я сейчас даже, нет, я закончила уже на момент поступления в галерею, я закончила его. Ну, вот, и считаю, что это не зря было сделано. Слушай-ка, ну, хорошо, давай. Значит, ты работаешь в галерее, директорствуешь, да, все у тебя там полнейшая запара, видимо, поскольку там заведение не закрывается, 400 мест, тусовка, люди разные, эти еще там куролесисты, эти уже пришли завтракать. Живи да радуйся. Мало было дел, что мало было. Ну, мы жили, радовались, и я считаю, что галерея, в принципе, многие должны сказать спасибо за то, что мы очень много интересных вещей придумали, которые всем кажется, что они были всегда, но это реально придумали мы. Я отлично помню, когда первая вечеринка, ну, вот, открытие там, оно, естественно, значит, прошло с аншлагом, там народу некуда было становиться. Первую вечеринку мы делали с журналом Офицель, тогда была редактором Велина Хромченко, и мы с ней сидим разговариваем, и я говорю, Аркадий, знаешь, что надо делать? Надо не закрывать и не пускать бесплатно всех на фуршет, а надо, чтобы все сидели за столами за деньги, а мы им сделаем какую-то попутную программу. Аркадий говорит, отлично, что все сидели за столами за деньги, это очень хорошая идея. Она мне нравится заранее. Давай-ка, говорит, ты с Велиной все обсудишь, а значит, она не расстроилась. Я ей Велине про это рассказываю, она говорит, как вас зовут? Я говорю, Таня. Она говорит, Таня, вы что, сумасшедшая? Я говорю, нет, мне кажется, я очень умный, и придумала хорошее дело, потому что, говорю, нам не работать, это убыток реальный в день. А если люди свои деньги, плюс мы отсечем всю левую публику, которые непонятно зачем приходят, я говорю, только те люди, кто при деньгах, кто не хочет бесплатный бокал шампанского, и у нас будет совершенно буржуазная атмосфера, и все будет правильно. И мы тогда так сделали, а сейчас всем кажется, что вот эти мероприятия в ресторанах, когда вот это все происходит онлайн с потреблением еды и напитков, что это было всегда. Так вот всегда так не было. Ну уж во всяком случае в ресторанах так не было, а в клубах-то все-таки другая немножко модель. И первый год мы одни эту Ниву пахали, все там только присматривались к этому формату, а потом стала такая гонка вооружений, бюджетов, бешеные деньги перемалываются. Там сейчас посмотри на Фейсбуке, значит, там может в один день пойти на 100 мероприятий, там провести отличное время, и чтобы сейчас привлечь внимание публики, я не знаю, чтобы Майкл Джексон стал с гроба, тогда, может быть, это будет ажиотаж. А так все прибалованы. И поэтому я, честно говоря, в определенный момент наелась. Наелась, я поняла, что доказывать мне в галерее особо нечего. Сколько ты проработал там до возникновения затеи из Хачапури? Сколько? Ну, с 2003-го я начала работать. Ну, в 2004-м открылся, и я там чуть меньше, чем за год пришла. Ну, вот 10 лет сейчас будет. Ну, прилично, конечно. Да и да. Чтобы уже попробовать все, что можно попробовать, наверное. Да, и в какой-то момент уже потерялась новизна, и притупился кайф от работы, и все, какая-то рутина началась захлестывать. Я, правда, битым не именцы, да, дураков работы любят, придумала в определенный момент новое направление, которое сейчас держит на своих крыльях галерею, в том смысле, что мы до сих пор достаточно прибыльный проект, хотя галерея, как место тусовки, уже не существует. Ресторан сам по себе давно нуждается в ребрендинге, в каком-то пересмотре своего концепта. И, ну, к сожалению, и к счастью, его финансовая независимость сослужила здесь дурную шутку, и Аркадий не чувствует необходимости эксперимента настолько остро, как он бы чувствовал, если бы мы убыток давали. То есть деньги есть? Он говорит, Таня, ну ладно, не выдумывай. Ну, или говорит, да, я чувствую, что надо сделать, ну не знаю что, так как каждый месяц в галереи приносят, то как-то не... Пакет все так и сваливает, полиэтиленовый. Ну это нет, нет, все цивилизованно, дивиденды, дивиденды, значит, перечислены. Вот, и поэтому я тогда придумал службу доставки питания для бизнес-авиации, которая сейчас оставляет больше 50% оборот предприятия. Это на тот момент тоже было нового. Пришла... Я помню, я работала в смену всегда, и сейчас до сих пор иногда работаю в смену, то есть как менеджер, чтобы как-то не упустить из рук вот пульс, который бьется у предприятия. И зовут официант, говорит, Татьяна Геннадьевна, там какая-то женщина, что-то по-английски хочет, мы вообще не можем разобраться, в чем там заруба. Я подошла, она говорит, так-так, я стюардесса, мне нужно с собой, значит, еду. Вы круглосочную работу, время 7 утра, я, значит, везде тут обижала, никто это делать не может. Можете сделать? Я говорю, да, конечно. И мы ей сделали еду, и я ей взяла черным маркером на коробках, написала на английском языке, где что лежит. И этого оказалось достаточно. Она приехала через сутки, или там через, ну, через какое-то время, через несколько дней, со слезой в глазах, и говорит, девушка, вы знаете, я 3 года этого пытаюсь добиться от разных ресторанов, а здесь вы по доброй воле, я, говорит, уже не надеялась и не прошу, даже это не спрашиваю никого, и вы это сделали сами, никто вас не учил, я теперь буду вас все время заказывать. И вот так вот с той самой стюардесс, потом пошло сарафанное радио, и, значит, разрослась эта сеть. То есть сейчас мы отдаем там несколько сотен бортов в месяц, то есть там в день 50 можем отдать самолетов. Слушай, круто. То есть там эти коробки только ходят, у нас отдельная служба доставки, отдельно сейчас оператор, и все на свете, целая такая вот серьезная работа. Я понял, слушай, но мне все хочется к Хачапури прийти, потому что время-то наставит. Ну, и потом и здесь я тоже все это сделала, все мне надоело, и, значит, бросать галерею я не стала, и решила открыть Хачапури. Что это у вас за ней? Как это все родилось вообще? Я помню, что мы пошли в кафе «Балкон», на тот момент там заправлял Липедевский, и он мне говорит, «Тань, с твоим статусом не иметь собственного ресторана просто неприлично». Вот так мне сказала, и мне как-то его простая фраза запала в душу, я посмеялась, но действительно подумала, что, наверное, неприлично. Я об этом, да, часто подумывала, но как-то между подумыванием и, значит, реализацией ничего не происходило. Мы подружились с Катей Дроздовой, которая тогда работала у Новикова, пресс-менеджером группы компаний, которая, собственно, тогда только и занималась продвижением, она не была руководящим органом. И мы с ней подружились, потому что народу такого разумного в холдинге на тот момент становилось все меньше, нас друг-друг тянуло. И мы с ней подружились, и она говорит, она открыла свои простые вещи. Для нее это был первый ресторанный опыт. Ну, я ей подружески помогал, когда она просила. У нас еще была третья подруга Ерсеницына, она открыла свое хоммейт-кафе. Ну, она в меньшей степени обращалась за помощью, с ней мы просто дружили. Хотя она скорее к Кате, чтобы по пиару. Ну, вот мы так втроем три ресторанные подружки были, независимые девушки, вышедшие из холдинга Новикова, я там и осталась. Ну, вот так мы дружили. И Кате говорит, давай откроем ресторан. Вообще все равно какой. На тот момент у нее в простых вещах случился конфликт с владелицей, они, значит, решили к обоюдному, значит, приятному концу продать. Ну, там, та владельца осталась сама, Катя свою долю продала, и говорит, я хочу работать, мне нужен ресторан, я уже теперь все знаю с простыми вещами, давай откроем. Я говорю, какой? Она говорит, вообще любой. Я за пиар, за продвижение, за концепт, а за организационные вещи ты. А мы с мужем и с моими двумя заместителями 8.08.08 поехали на свадьбу в Грузию. Поехали, вернее, мы 7-го. Магия чисел здесь включается. Да, значит, поехали, ну, просто вы, может, не помните, а многие помнят. Значит, поехали мы 7-го, перед свадьбой там в Грузии хлебосольная встреча, значит, там все стало и ломится, мы, ну, напились. И мне хотелось ночью на улице Шардена приобрести там картину. И, значит, все было закрыто, с утра, значит, мы встали, мне опять хочется найти Шардена, я говорю, поедемте, я все равно хочу картину. Включаем телевизор, не работает. Телефон не работает. Интернет не работает, хотя мы живем в хорошем отеле в центре города. Я говорю, ну, слушайте, грузины, все, наверное, все пили вчера, все у них сломалось. Приезжаем, значит, на улицу, где мы вчера оставили 50 долларов в чаевых, поэтому у нас, мы всем были родственники за такую сумму, нас не обслуживают. Что такое? На улице стоит телевизор, CNN или BBC на английском языке, и мы понимаем, что началась война между Россией и Грузией, и мы, значит, тут... Попали. Да, попали на свадьбу. Свадьбу отменять нельзя. Значит, мы едем на свадьбу, там тосты за мир дружбы, за, значит, у нас невеста грузинка, жених русский, и мы вообще-то приглашенные со стороны невесты, Теона Контридзе, певица. В общем, веселая свадьба, но такая напряженность чувствуется, потому что с соседних столов так как-то коспо посматривают, и все это грузинское гостеприимство немножечко так уже куда-то подрососалось. Тут в этот момент у кого-то ловит это была свадьба за городом, у кого-то телефон ловит другую станцию, не грузинскую, это какую-то там армянскую или какую-то, не знаю, турецкую, и усыпется тысячу СМС, что аэропорт закрыт, мы никуда не улетим, и что лучше нам вообще-то оттуда делать ноги. Мой муж совершает гроссмейстерский ход и говорит, ребята, давайте не будем только сейчас после трех стаканов говорить, да ладно, останемся, ничего страшного. И он был прав, потому что там под конец свадьбы грузины поют грузинский гимн, мы встаем, значит, прижимая руку к сердцу, поем «Союз нерушимый», и я как помню, мой муж меня тянет за юбку и говорит, а ну-ка, патриоты, быстро в такси. И мы оттуда сруливаем, я хватаю со стола, значит, два кувшина с вином, все-таки гостеприимство победило, и грузинские официанты мне в газету завертывают какие-то там хачапури с собой, и мы, значит, еле-еле по поддельным там билетам на единственном самолете, который улетает с молодежной сборной Грузии по футболу в Ригу, улетаем в Ригу. Остальные гости, кто шел пешком через германскую границу, там через армянскую, кто-то уплывал на пароходе в Турцию, кто-то сидел там две недели, пока все не улеглось, чтобы как-то там не попасться. Мы приехали в отель, схватили паспорта и все там шмотки половину побросали и оттуда срулили, потому что там пальба на улице, ну, в воздух стреляют, настроенные так агрессивно молодежь грузинская, я их понимаю. И тут мы, ну, у меня на лбу написано, что я из Москвы приехала. И мы оттуда, конечно, штурулили, и, как все говорят, я говорю, какой-то недобор грузинский. Хинкали не поели, не догуляли, не допели, и этот грузинский недобор отпечатался в голове. И я Кате говорю, Катя, давай грузинский сделаем. Они такие хлебосольные. Слушай, ну вот эту историю про создание Качапурь, я, конечно, не раз не слышал, что это оказалось. Они такие правильные, у них такая еда вкусная, такие живые продукты. Мы вполне себе найдем персонал, потому что они там, ну, живут не так красиво, как там в интернете пишут. В Тбилиси, да, все красиво, хорошо, но народ живет не очень. Я говорю, мы сможем найти персонал. Продукты плюс-минус есть, которые, в общем, нужны. Это легче, чем из Италии там возить. И здесь на рынке, говорю, я сама хожу, покупаю абхазский сыр, говорю, вполне он себе похож. И так, значит, возникла идея. Изначально у нас был немножко другой формат в голове, нам казалось, что это должно быть еще более дешевое, и на вынос, чтобы люди брали с большой скидкой, и чтобы была часть зала стоячая. Но мы искали-искали помещение, у нас ничего не получалось. Сначала у нас рейтинг, не только кофеин, не только кофебин, должен был съезжать, мы хотели там. Потом было прекрасное помещение, еще на улице Большая Грузинская, где потом открылся Айзик. Мы уже почти договорились. Тут нам говорят, у вас есть конкурент. Я иду грустно пить Starbucks кофе, вижу, там сидит Айзик, я говорю, Айзик, здорово. У него там, значит, планы. Я говорю, ах ты, ты конкурент. Он говорит, да. Ну, мы договорились, что мы... Ты говоришь, где Койнер-бургер или где Upside Down? Ну, вот эти оба, они же примыкают друг к другу помещения, и они рассматривались арендодателем, значит, под сдачу. Мы там хотели какую-то часть брать. Слушай, Upside Down однажды отдельно как бы предлагали мне. Ну, я уже не помню там эти нюансы. Там как-то они были готовы так поделить, сяк поделить, там это отдельно брать. Там часть у них был вариант сдать банку. Но они хотели сдать кому-нибудь, кто возьмет все. А мы как раз хотели взять поменьше. И из-за этого, собственно, предложение Айзика победило. Нет, мы с ним как раз цивильно договорились. Я говорю, давай мы не будем сейчас там задирать сам себе арендную плату, что я там 40 дам, я 50 дам, я 60, и там сейчас только выиграет с этого владельца. Я говорю, да, я делаю им предложение. Если выбрали другого, сумма устраняется. Ну, мы поступили по-джентльменски, мы отошли, Айзика, значит, не стали там ему ничего портить. Ну, у нас нормальные были отношения, нормальные остались, и в общем... Ну, мы горевали по тому помещению, нам очень нравилось, и, значит, хотелось нам его. Ну, и тут я помню, Катя приходит, стучит кулаком по столу и говорит, все, если мы сейчас до Нового года не откроем ресторан, все, значит, все пропало. И в этот же момент наша подруга Ира Синицына говорит, блин, мне мой ресторан, значит, заниматься не могу. Ну, у нее пацан болеет, она говорит, мне надо им заняться, плюс мне там, говорит, парашютом, значит, хорошо идет. Ну, нет рук на ресторан, а без рук он работает, значит, плоховато. Говорит, и прям бросить жалко, а нести тяжело. А я говорю, ну, давай мы тебя купим. И, значит, мы договорились, я, как сейчас помню, первый раз эта идея нам пришла в голову 18 декабря. Ну, мы подруги, мы через три дня хлопнули по рукам, 2 января мы зашли на стройку, и 23 февраля мы открыли. Два месяца, и мы открыли Хачапурь. Это где первый был? Это был на Гнезняковском, напротив редакции Афиши. А, я-то не знал, что там раньше что-то было, честно говоря. Хомэйт, кафе назывался, он был неплохой, нехороший, но нормальный кафе. Окей, да, делаем паузу, еще одну новостную, и потом продолжим. Здравствуйте, 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 еще раз возвращаемся снова. Блог, Оливийский Дмитрий, Татьяна Мельникова, автор проекта Хачапури, генеральный директор ресторана-галерея. Продолжаем разговор о твоей насыщенной жизненной судьбе. Слушай, я единственный маленький вопрос задам. Как Новиков-то отнес вообще к этой затеи? Он был не в восторге. Судя по его, я не знаком с ним лично, но судя по тому, что я про него знаю, он действительно должен был быть не очень рад. Не очень он был в восторге. Конечно, я бы как руководитель, наверное, тоже была бы не в восторге случиться такое у подчиненного. Сейчас я радиослушателям поясню, то есть ты не уволилась, если вмещаешься, да? Да, да, да. То есть ты перед окном и говоришь о том, что вот так и так. Плюс-минус так, там есть свои нюансы, но в общем-то так оно и было. Я ему сказал, в общем, все очень просто, что я готова уволиться, если он настаивает. Но он говорит, я тебе, нет, я хочу, чтобы ты работала, но, значит, свой проект запрещаю. Я говорю, ну, послушайте. Я говорю, я на свои деньги могу открывать хоть хоть закачку, могу в казино их проиграть, могу пропить, прогулять. Я говорю, что хочу, могу с ними сделать. А я вот открываю ресторан, но не хочу тайно его открывать, хочу сублимировать в спрос, в общем-то, как-то свое имя, и поэтому я хочу, чтобы все знали, что это мое. Плюс я говорю, мне кажется, это наоборот некрасиво. И он говорит, ну, я запрещаю. Я говорю, ну, знаете, еще кто? Александр Третий, крепостной, правда, отменил. Говорю, случилось это сто с лишним лет назад, так что вы запоздали с вашими, там, хочу-не хочу. Он, естественно, подобиделся, значит, но, тем не менее, я продолжал работать. У меня там есть директор, я не могу сказать, что... Естественно, поначалу мы массу времени уделяли Хачапури. Это был тяжелый момент, потому что галерея переживала не лучшие времена становления этой службы. Хотя, ну, тогда она же хорошо работала, но тогда она требовала много времени. И тут Хачапури, новый проект для меня, это тоже новый вызов. И, в общем, хотелось успеха, хотелось, новый такой вот формат. Надо понимать, что... В чем была новизна его? Мы хотели... Грузинский ресторан без ковров. Мы так всем говорили. У нас без ковров. И без винограда. Это платье, платье, виноград поезде. Да, да, и без ковров. На тот момент, на самом деле, это было прорывом. Да, уже открылся, по-моему, тогда, не помню точно, по-моему, уже открылся и Ларджи. Но все-таки у них немножко такой гинзовский формат, там какие-то заигрывания есть с национальным колоритом. Мы как раз хотели кафе, в который, когда ты заходишь, если не обращаешь внимания на вывеску, у тебя даже не сразу приходит в голову, что он грузинский. Мы хотели городское кафе на районе, но с грузинской едой. Почему с грузинской? Потому что все это засилье. Я сказала, что я не хочу кафе, в котором будет борщ, цезарь, паста болоньеза, не приведи, господи, суши, кальян, караоке. Я такой кафе не хочу. Этого точно чего не будет. И мы такую даже сделали презентацию, где написали, что будет, а чего не будет. И прямо написали, что борща не будет, ковров не будет. Так это твоя идея или Дроздова? Это сам концепт? Концепт был, скорее, моей идеей, но он Кате был поддержан и кристаллизован до того, что получилось. Кате там врожденный вкус, у нее гений продвижения, она все отлично понимает, она сама вышла из журналистской среды. На тот момент журналисты еще могли ей простить ее крутость. Ну, с симпатией относились. Сейчас, наверное, уже с меньшей. И поэтому здесь все сошлось. Я не хочу себе лично лавры приписывать. Идея, да, но без Кати бы ничего, так бы не вышло. Мы не шли по тонкому льду, но, как сейчас выяснилось, значит, ошибочных шагов или не сделали, сделали очень мало. Ну, я вообще отношусь к нашему бизнесу, как к любому другому. Если не работает, это ошибки. Поэтому, если ты ошибок не делаешь, все у тебя будет нормально. Мы отлично понимали свою аудиторию, мы отлично понимали, с чем мы к ней выходим, мы отлично понимали, в чем уникальность нашего торгового предложения, что это недорогая, при этом свежая, хорошая еда, альтернативу которой нельзя найти при такой же атмосфере. То есть, да, хорошая грузинская еда в городе была, но это значит, либо ты должен был мириться с канделябрами и крахмальными салфетками, либо это такой балаган-шалман, в который приличной девушке-то и зайти неловко. Ну, то есть, или так, или так. Альтернативы не было. Или такой уж национальный колорит, от которого не нужно подташнивать, начинает при входе. Слушай-ка, ну, все-таки Хачапури, это бизнес-проект, это проект для души, либо он как бы совмещает одно с другим, или вы его открывали для души, или для денег? Мы его открывали, в первую очередь, для того, чтобы доказать себе, что мы можем придумать концепт, который будет успешен. А вот мерила успеха, я всем говорю, это не рейтинг, где там боты накручивают, а мерила успеха, оно у тебя с утра в кассе лежит. Ты прям пришел и посчитал, насколько ты успешен. Я не считаю, что успех заведения можно оценивать иначе, чем по интересу гостей. Но для нас прибыль никогда не стала на первом месте. То есть, если мы видим какие-то вещи, на которые надо истратить, и даже, может быть, потребитель этого не заметит, мы тратим. То есть, я могу там 200 тысяч вбить ледяную горку для детей, которые растают через две недели, просто потому, что я считаю, что это правильно. Это не принесет никаких дивидендов, возможно, какое-то косвенное позитивное влияние на имидж, но мы делаем то, что считаем правильно. Слушай, ну неужели вы с Катей прям, ну вот прям у вас одинаковое понимание необходимости инвестировать в ледяные горки, да? Ну не может, мне кажется, такого быть, что когда-нибудь, Катя тебе или Катя? Ну не забывайте, что мы подруги, мы, конечно, наши... Так это еще сложнее, слушай. Ну мы наши отношения ставим чуть выше, чем, может, не чуть, а всерьез выше, чем, значит, бизнес-успех. Ну и потом надо понимать, что это так нам легко все давалось, потому что качапури операционно-рентабельно задавалось первое месяце. Ну то есть уже плюс пошел. Понятно, что мы в хвосты по инвестициям, естественно, как любой проект, он вышел дороже, там в полтора раза, чем мы рассчитывали, у нас были долги постройки, но нести из дома было не надо. Когда у тебя деньги есть и успех, это полегче. Вот согласитесь, полегче. Ну, конечно, инвестировать, когда ты из прибыли, это лучше, чем из дома. Да, ну у тебя прибыль, я говорю, да ладно, когда-нибудь будем злобиться, зачем же все в сундук положить, ну это же неправильно. Это не какие-то бешеные деньги, к некоторым кажется, что это какие-то миллиарды. Нет, конечно, но свободно, ну позволяющие дышать бизнесом. Слушай-ка, ну вы же превратили в сеть в итоге, да? То есть, ну понятно, что вы сделали кафе, а Грозняковский, все уютненькое место, все хорошо. Зачем превращать это уже в такую как бы... Пока была первая кафе, оно не было еще и сильно рентабельным. Был плюс, но был такой не очень ярко выраженный. Еще это лето 2010 года, первое наше лето, оно, конечно, подкачало там этой ужасной жарой. Да, 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 слушай, мы открывали первую дорогую здесь. Ну так, подвыбило нас из колеи. И мы случайно на флаконе там стояли рядом с ребятами одними, я их, оказалось, знаю, там по ресторану-бизнесу, Антуана, у них там кафе, ну, про французскую выпечку, они там вот эти пантошкола, круассаны. И мы с ними на флаконе, рядом у нас были лотки, у нас хачапурские, а у них вот их. И мы пришли к ним в кафе и увидели, что место шикарное, шикарная летняя площадка, шикарное помещение, но у них бизнес там не идет. Мы им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться, и помещение забрали. Нам просто понравилось. Почему? Мы все время горевали, что для грузинского кафе важно, чтобы было летняя площадка, а там летняя площадка была на Тверской, ну, такая сбоку припек три стола, и мы из-за этого взяли киевскую. Был момент, когда мы об этом горько пожалели. Да, почему? С соседями совершенно не клеились отношения, там такая семибоярщина, 115 старших по дому, 116 старших по подъезду. Их фантазии, в общем, приводили к каким-то страшным выводам. А чем вы им мешаете? Ну, в первую очередь тем, что нам там, ну, уже, наверное, за 30, но, и даже под 40. Но, тем не менее, что мы молодые девки, значит, все у нас хорошо, много народу, и это раздражает многих. Ну, разве не круто в своем доме иметь такое... Ну, для кого-то круто, ну, там был такой контингент, которого все, любой успех раздражал. Они хотели возврат советских времен, при которых им хорошо жилось. И они писали страшные вещи, там письмо, что, например, поставили на улице игорный стол. Звучит страшно игорный стол, но это вообще стол для настольного тенниса, на котором бесплатно играла там вся детвора района. И вместо того, что там курить в подъезде, играли в пинг-понг. Мы мало того, что поставили этот стол, каждую неделю закупка инвентаря, потому что шарики разлетаются, ракетки портят и там теряют, забывают возвращать. И они пишут, вот нам мешает он жить. Ну, вот шарик весом 2,7 грамма мешает жить людям между Кутузским и Доргомиловским. Гораздо большим весом. Да. Ну, вот такие вещи. Сейчас вообще накатали письмо, это не кончилась вся эта канитель, что, значит, режут баранов, девицы легкого поведения с бандитами, значит, устраивают торги в три часа там на детской горке и прочий ужас. Сейчас мы в 11 закрываемся и более того сдаем на охрану и никого у нас там нет. Поэтому не ваши девки. И баран у нас живо-здоров, ну, тем не менее, вот такие вот, значит. И причем у них вывод такой. Вызвать СЭС, чтобы провести санобработку от СПИДа и холеры, а кафе отобрать и сделать там читальный зал. Ну, я не профит читального зала, но, в общем, кафе отобрать не хотелось бы. Слушай, ну, и что, то есть эта битва до сих пор продолжается? Ну, сейчас она в меньшей степени актуальна, потому что там, ну, и документы у нас все в порядке, и там мы постарались со всеми урегулировать, кто что там хотел, все сделали. Ну, и большая часть адекватной публики видит, что мы достаточно социально ответственную позицию занимаем. Плюс кафе на Киевской получилось детское, и там много детей, много детских программ, вот это наш баран, и все обожают. А баран там каждый выходной тусовывается у вас, да? Баран, ну, у него раньше был график, он работал на Тверской и на Киевской, а сейчас, как на появилось третье кафе и Павелецкое, он разрывается, и сейчас на Павелецкой и на Киевской работает по графику, которая на сайте там выражена. Ну, как правило, на Киевской выходной, тем больше сейчас Павелецкая пока закрыта. Павелецкая тоже непростая история вышла, я понимаю. То есть вы как бы весь ваш путь, он такой тернист, я смотрю. Да, непростой. Значит, Павелецкая, мы... Я глубоко беременна за два дня до предполагаемой даты родов, приезжаю смотреть площадку вместе с Катей и с нашим директором, и мы понимаем, что жить без нее невозможно. Прибежали, в терапиях подписали документы, как водится, не глядя, ну, не то, что не глядя, в общем, подписали в терапях, и теперь у хозяев есть все право в окрученном руки там за счет аренды и прочих всяких, вплоть до того, чтобы нас выгнать. Ну, мы надеялись в полученный исход, все лето проработала там площадка, жил наш... Большая веранда, жил наш Баратолик, фейсбучный персонаж, который в реале существует и живет вот сейчас на Павелецкой. Мы там сделали то, о чем мы давно мечтали, грузинскую печку Тона для хлеба, огромный мангал, огромную печку для хачапури, чтобы печь настоящий хачапури с хрустящей корочкой в каменной печи. И на следующей неделе, я думаю, в среду, в четверг откроется наконец-то долгожданный уже стационарный ресторан. Ну, с хозяевами, я думаю, договоримся. Может быть, запах хачапури как-то их умаслит и сдобрит. Ну, или, может быть, будет столько у нас гостей, что мы сможем все их требования выполнить. Да не, ну как купить? Ну, выполнить их требования, хоть, может, мы с ними не вполне согласны. Хорошо, спасибо большое. Татьяна, спасибо, что пришла к нам сегодня. Действительно, ну, очень интересная получилась беседа и очень интересен и твой путь, и путь ваших проектов. И путь Барана Толика. И путь Барана Толика, да. Не успели мы про него хорошенько рассказать. Ну, Толик Баран на Фейсбуке, знакомьтесь, он вам сам все расскажет. Он очень говорливый. Ну что ж, надеюсь, что это не последнее ваше начинание, еще много будет интересных проектов. У нас есть новый концепт, мы потянем его. Ну, вот, с новым концептом пригласим тебя еще раз тогда в нашу студию и расскажем о нем. Спасибо большое. Всем до свидания. Программа Рестораторы Левицкий и Дмитрий. Пока.